Добрый вечер, господа, это Финам.фм, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время», у микрофона Юрия Пранько. В самом начале напомню средства коммуникации, многоканальный телефон для звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм, портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция, можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Сегодня у нас в гостях Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России, второго и третьего созывов. Геннадий Николаевич, рад твить, добрый вечер. Добрый вечер. Я на самом деле вот и за эфиром вам сказал, и в эфире буду подтверждать свои слова, я давно с вами хотел познакомиться. Слава богу, вот теперь наши планы совпали, вы до 20 часов у нас в гостях. Первый может быть банальный, но все-таки конкретный вопрос. Вот нынешнюю политическую ситуацию в стране вы расцениваете как продолжение авторитарного режима президента Путина, либо действительно происходит некая политическая либерализация, которая может привести к далеко идущим последствиям. Все-таки вы один из опытнейших политиков, хочу ваш взгляд услышать. Ну, скорее всего, второе. Некая политическая либерализация присутствует. Потому что говорить о том, что сегодня чисто авторитарная политика, я сказать не могу. Я понимаю, что Медведев был инициатором того, чтобы поправить закон о политических партиях. Медведев многие вещи инициировал, которые как раз вот и как бы подталкивают Россию к построению гражданского общества. А Путин уже это дело как бы продолжает. И вот приняв закон о политических партиях, который, в общем, позволил сегодня очень многим общественным организациям, кругу единомышленников создать свою партию. Некоторые говорят, что их будет очень много. Я, например, этого не боюсь, что их будет очень много. Если это пойдет все в естественном ключе, сейчас их будет много, к следующим выборам их будет меньше. Через выборы их останется совсем мало, потому что в партиях, я думаю, сидят не дураки. Они, естественно, будут объединяться, будут укрупняться. Мы очень часто начинаем возрождать партию возрождения России. Была такая партия социал-демократического типа. Но за наш отказ вместе-то сливаться с Мироновым, когда ему создавали большую партию, куда влили родину, пенсионеров, народную, аграрную, всех-всех на свете, хотели и нас туда загнать тоже, но мы отказались. За это нам Минюст насчитал 47 750 человек и решением Верховного суда, в связи с тем, что нет 50 тысяч, мы были закрыты, убраны из реестра партии. Но пять лет нас не было на политическом поле. Сейчас Оргкомитет рассмотрел нашу заявку, вернее, Минюст рассмотрел заявку. Мы провели учредительный съезд, и сейчас потихонечку будем продвигаться к тому, чтобы через 3-4 месяца зарегистрировать эту новую политическую партию. Говорить о том, что гражданское общество у нас построено или не построено, или куда мы движемся в плане либерализации, я думаю, еще путь очень длинный. Шаги эти не быстрые, не скорые, шаги эти, я сказал бы, медленные. Жажда в гражданском обществе у народа есть, потому что хотелось бы, чтобы люди могли как-то рассчитывать, что их инициативность, их стремление что-то такое, оставить какой-то след в жизни, это было бы реализовано. Потому что все-таки уже, как говорится, приучены люди о том, что у нас пока нет отмашки сверху, ничего делаться не будет. Вот получите высшее благословение, вот тогда, пожалуйста, и вперед. Пока не получите, значит, вы никто. И вот это, конечно, надо менять, это не должно быть. Я все время говорю, что я... То есть вы чувствуете, что изменения идут? Я чувствую, что изменения идут. Я думаю, что и Путин эти вещи понимает. И придя на второе свое президентство, я думаю, что у него где-то, ну, не только в его заявлениях, но и в его действиях он понимает, что вот этот путь ручного управления, он уже себя не оправдывает. Не хватит просто ни физических сил, ни моральных сил сегодня заниматься гидроэнергетикой, завтра заниматься строительством, послезавтра дорогами. Сегодня он интернет-проектами занимался. Теперь интернет-проектами, хотя это хобби, в общем-то, Медведева. Вот, но куда деваться? Раз ты хочешь, как говорится, везде управлять вручную, то и то приходится, вот то и то, и то. Но это бесперспективно. Должна быть настолько отлажена система, как я говорю, что общество может и не знать, кто в этом обществе президент, кто премьер. Работают законы, люди знают, чем они занимаются, выращивают своих детей, воспитывают их, отдают в школу и занимаются своим бизнесом или частным бизнесом, или работают в компаниях. И когда все эти, как говорится, механизмы отлажены, то можно и не говорить о том, а кто же у нас президент, а какой лучше, а какой хуже. Вот вы понимаете, вот стремиться к такой модели, когда не надо знать чиновников разного ранга, а кто министр, а что он решает и так далее. Вот есть созданная законодательная система, определены координаты, в каком ты можешь двигаться, ты или твоя семья, или твои друзья, и вы спокойно в этом русле работаете. А ждать каких-то отмашек, знать, пока там поступит сигнал сверху, это направление перспективно, все туда. Это направление закрывается, внимание не уделяется, все оттуда. Вот этого не должно быть. Вы считаете то, что в массе свои люди готовы к этому, брать на себя ответственность? Вы знаете, хотели бы, я убежден, что хотели бы. У меня тоже было много встреч с самыми разными людьми, и как-то просто за последние годы человек сформировался таким образом, что у многих пришло разочарование. То есть они хотели, они стремились, был энтузиазм, было желание. А сегодня у многих наступает апатия, потому что они понимают, что вот в таких условиях, как вот сейчас они есть, вряд ли какая инициатива пройдет, вряд ли у тебя что-то получится, если опять же ты не получишь высшего благословения. Вот от этого надо уходить. И люди вообще, тем более подрастающие люди, студенчество и завтрашние будущие специалисты, они хотели бы себя реализовать здесь, в нашей стране. Им всем предлагают куда-то поехать, но многие не хотят никуда ехать. Если он выручился, скажем, и стал хорошим кибернетиком, я понимаю, там у него большие перспективы, но если мы говорим о том, что мы будем сегодня осваивать нанотехнологии, мы будем говорить о хай-теке и так далее, и так далее, как интересно молодым людям, кто в этом что-то понимает. Они хотели бы здесь реализоваться. Вот к этому надо стремиться. Но согласитесь, пока она на технологиях. Да-да-да. Например, они заговорили на вот этом высшем сакральном уровне, мало кто уделял этой теме внимания. Просто это дело будущего, это что-то необычное. А вы считаете, что вот у нынешней власти есть понимание будущего? Вот вы считаете, что они смотрят не в завтрашний день, а в послезавтрашний? Я, честно говоря, что-то сомневаюсь. Вы знаете, я, может быть, большой оптимист. Но мне кажется, для того, чтобы оставить след в истории, а мне кажется, и Путин, и Мередев этого хотят, особенно Путин, оставить след в истории. То есть уже осознание того, что... Конечно, конечно, конечно. Каким ты войдешь туда? Надо же сказать, что сказали, вот смотрите, смотрите, те же самые нанотехнологии, тот же хай-тек, те же компьютеры четвертого, пятого поколения, те же самолеты пятого поколения, они пришли при нем. И вот это, мне кажется, что все-таки в этих людях сидит. Им надо оставить серьезный, хороший след, чтобы вспоминали не только люди, которые, скажем, дали квартиры ветеранам Великой Отечественной войны, дали квартиры военнослужащим. Им это хорошо, это надо государству делать. Но чтобы оставить действительно значительный след, это же будущее страны, это страна, которая уже не чисто сырьевой придаток, как она сегодня существует в мировой экономике, а это страна, которая может предложить и другой товар, и другую продукцию, и другие идеи. Вот, мне кажется, высшая цель тех, кто сегодня правит на этом. А означает ли это, что необходимо провести демонтаж той системы, которая была выстроена господином президентом за минувшие 12 лет? Ну, вы знаете, не то, что демонтаж, но это должно постоянно, постоянно, как сказала Хиллари Клинтон, перенастраиваться, перезагружаться. Конечно, нельзя ни в коем случае. Главное, чтобы перегрузки не было. Да, чтобы только ничего не замкнуло, потому что ведь можно и так до такого состояния дойти, когда будет короткое замыкание, а за ним и большой пожар. Вот, мне кажется, что все-таки к этому должно идти. И иногда раздражает то, что без конца возвращаются к законам о выборах, там, о выборах губернаторов, то их избираем, то их назначаем. То же самое по Совету Федерации, все придумываем формулу. Как же его все-таки избирать? Я давно сказал, прежде чем поступаться к этой теме, нужно одну внести поправку в Конституцию. В нашей Конституции записано, что Совет Федерации формируется из двух представителей от субъекта Федерации. Что значит формируется? Сделаем поправочку. Совет Федерации избирается по два представителя от каждого субъекта. Все, тогда понятно одно слово. И за это одно слово сегодня все цепляются. Я помню, как Ельцин не хотел даже слышать о том, что должен кто-то избираться. Нет, вот кого назначим, тот и будет. Сегодня начинаются выдумки. Давайте мы, может быть, будем тем, что те, кто от законодательного собрания, обязательно избирать из числа депутатов местного законодательного органа. Те, кто от исполнительной власти, пусть они вместе с губернатором изберутся на своей территории, а потом его делегируют в Москву. Ну, глупости. Вот одну поправочку. Но у нас почему-то считают, что Конституцию трогать нельзя. Ну, слушайте, ну сколько лет уже этой Конституции? Ну, тем более, на самом деле, власть лукавит. Конечно. Ну, переписали же сроки, да. Тогда все и президенту дали, и депутатам дали, как говорится, одному два года, другому год. И нормально. А тут-то одно слово поменять. И меняется вся концепция. Звучит, конечно, очень жестко. Одному дали два года, другому год, да. Геннадий Селезнев, здесь и сейчас, в реальном времени, на Финам.фм. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Туда же направляйте свои вопросы. Там же идет и прямая веб-трансляция. Звоните, пишите. После новостей продолжим. 19 часов 18 минут, реальное время, финам.фм. Здесь Геннадий Селезнев. Ваши письма на финам.фм. Там идет прямая веб-трансляция 65 10 99 6, код Москвы 495. Номер нашего многоканального телефона для ваших телефонных звонков. Геннадий Николаевич, ну вот как раз и Сергей прислал такое письмо. Все правильно, говорит гость студии. Но почему он это не отстаивал, когда был у власти? Я сейчас хочу с вами эту четверть посвятить вашей непосредственной работе. Тогда председателям Государственной Думы вы все-таки были одним из самых влиятельных политиков России. Это произношу без пафоса, да. А это с одной стороны. С другой стороны, вы ушли в тень. И я сейчас вот хочу понять. Вы два срока, два созыва возглавляли Госдуму. Тогда считалось, что парламент это место для дискуссии. Я помню эти дебаты, жесткие дебаты. По-моему, в ваше же время, да, был поставлен вопрос об импичменте президенту Борису Ельцину. И шли консультации, шли взаимные уступки, какие-то попытки договориться, да. После все изменилось. Вот нынешний парламент, как вы его оцениваете? Зайдем с сегодняшнего дня. Да, я сегодняшний день прекрасно понимаю. Вы знаете, я опустил руки и был просто шокирован, когда я уже, будучи рядовым депутатом Четвертой Государственной Думы, услышал от председателя Думы Бориса Грозлова это заявление, что, думаю, не место для дискуссии. Он вошел в историю. Его цитировал весь мир. Я не знаю, тогда у меня уши покраснели, не покраснели. Я много лет входил в такую большую международную организацию, которая называется Межпарламентский Союз. 126 стран мира в ней. И я представил, как эти 126 стран мира, Межпарламентского Союза, хотя там есть и арабские государства, где своеобразные парламенты, прокомментировали эту фразу. И я действительно увидел, что по Думе стали стучать каблуками. Очень много генералов. В аппарат пришло каких-то отставных, там сокращенных, несокращенных. Все щелкают каблуками перед председателем. Меня это просто шокировало. Думаю, Дума потихоньку превращается в казарму. И, в принципе, так оно и пошло. И потому, что у них было, тем более, что когда у них было конституционное большинство, они же вообще ни с кем, по сути, не считались. Они могли любой закон, вплоть до конституционного, принимать, невзирая на то, что присутствуют другие фракции, которые имеют свое мнение. Неважно. То есть такое наплевательное отношение. К счастью, что в этой Думе уже нет вот таких двух третей у «Единой России». Сегодня есть другие фракции, которые хотя бы имеют право там нести поправку и надеяться о том, что 226 голосов можно набрать. Если чуть-чуть не набирается, то это уже почти, как говорится, обсуждена какая-то поправка. Вот пришел Нарышкин и сразу дезавуировал своего предшественника. Он опять сказал, что Дума – место для дискуссий. Пытаются проводить дискуссии. Но в наше время у нас ведь почти ни один закон не проходил без создания трехсторонней комиссии. Депутаты, представители президента, представители правительства. Это было муторно. Да, это было муторно. Это было тяжело. Более-менее принципиальный закон не набиралось никогда абсолютного большинства голосов. Их не было ни у левых, ни у правых. Не было вот такого четкого перевеса. И когда ведь обсуждалась процедура импичмента Ельцину, ведь тогда почти-почти-почти набрали. По Чеченской войне. Тогда поддерживали все фракции. Но в последний момент яблоко, как говорится, вышло из блока. И они не дали тех, по-моему, 16 голосов, которые нужно было до того, чтобы состоялся импичмент. Трудно сказать, прошел бы импичмент или был бы найден повод для разгона Государственной Думы. Но это была принципиальная позиция парламента. И ее очень отстаивали. Это же длинная-длинная процедура. Вы помните, мы полтора года комиссию создавали, утверждали. Это было все очень тяжело. Но это было интересно, потому что мы видели, как люди по мере обсуждения, продвижения темы, сначала мало кто вообще в эту затею верил. В том я верил, как даже правые депутаты, сторонники Ельцина, вдруг стали склоняться к тому, что действительно, наверное, так оно и есть. И особенно, конечно, этот ужас этой Чеченской войны, которая шла внутри России с применением армии. Это вообще, я не знаю, как тогда люди это все смогли спокойно пережить. Это было самое страшное время, когда свой народ начинаем гробить своим же народом. Хорошо еще, как говорится, что далеко это не зашло, потому что мог бы весь Кавказ полыхнуть. И в этот момент, конечно, многие это понимали. Да, Ельцин до этой ситуации довел, президент не имел права этого делать. И если мы стремимся создать гражданское правовое государство, то нужно объявлять импичмента, срочно проводить новые выборы. Кого-то сдерживало еще то, что вот Ельцина уберем, значит, Зюганова изберем. Вот все мысли так. Или этот, или этот. И на это была направлена вся пропаганда, все на свете. Вот, поэтому говорят, ну уж, пускай лучше будет пьяница Ельцин, чем этот красно-коричневый Зюганов и так далее. Четко не говорили в тот момент. Но вы понимаете, это был действительно парламент. Это была политика. Это была политика. Это депутаты участвовали. Ведь много было новичков в Государственной Думе. Люди пришли просто с желанием что-то в этой жизни изменить. И как законодатель попытаться. Ведь тогда были очень сложные бюджеты. Вот сейчас, когда я слышу, что принимается бюджет, там 13-14 триллионов, мы принимали бюджеты 2 триллиона, полтора триллиона. И можно представить, какие шли драки за каждую строчку. В федеральном бюджете. Да, да, за каждую статью расходов. Тем более те же проблемы. Недостаточность финансирования науки, образования, здравоохранения, культуры и армии особенно. Ну а сейчас просто все в шоке. Армию кормим, армию деньги даем, а они берут тут деньги и спокойно воруют. Вот это, конечно, это просто был... Ну, мне кажется, что общество восприняло это как какой-то вызов. Как так можно? Армия и так до конца не финансируется бюджетом страны, а те деньги, что для них находят, ущемляя другие сферы финансирования, их просто разворовывают, и все тут... Шокировала эта картинка, когда показывали, что как будто на ком-то черкизоне, в кабинете у этого начальника, в углах, в шкафах, в каких-то коробках картонных, там в мешках лежат доллары пачками, рубли пачками. Это же какой-то кошмар. Это вот в наши-то дни. Поэтому, вы знаете, вот, опять же, возвращаясь к сегодняшней Государственной Думе, я, честно говоря, думал, что сейчас же начнется инициатива срочно устроить парламентское расследование, кроме прокуратуры, Следственного комитета, обязательно создать комиссию, может быть, беспрецедентную комиссию из состава депутатов и членов Совета Федерации. Потому что тут, конечно, надо смотреть в корень. Как это шло, почему это так позволялось, что можно было каким-то барышням, непонятно откуда взявшимся, поручить такое великое дело к содержанию кэчей. Мы видели в каком состоянии военные городки. Это же просто ужас. А оказывается, деньги выделялись, но эти деньги присваивались. Здание. Почему вдруг устроили реформу военного образования? В центре Москвы, в центре Питера самые красивые, самые лучшие дома, в общем-то, у военных учебных заведений. Ларчик просто открывается. Их куда-нибудь там объединить с кем-нибудь, в Рязань, в Казань выгнать. А это все, опять же, пустить на продажу. Причем как пустить на продажу? Чтоб набить себе карманы. На самом деле эти же процессы идут и в том же среднем образовании. Вы посмотрите, начали сливать школы. Мне рассказывают истории, которые вообще меня потрясают до глубины души. Я ненавижу там все красивые здания. По экологической цепочке? Все хорошие здания имеют высокую цену. Вот все. Когда начинают, говорят, в таком-то слиянии, особенно перемещение из Москвы куда-то на периферию. Зрите в корень, как говорил Казьма Прутков. Вот он стоит, красивый дом, в удобном, хорошем месте он кому-то понадобился. И под красивым, благородным предлогом о том, что у нас там по этой специальности полным-полно специалистов, не нужен этот вуз, давайте мы его отсюда убирать. Или недавняя затея сделать внутреннюю аттестацию вузов и заявить о том, что у нас чуть ли не половина вузов нужно тоже сливать, убирать. Ну что это такое вообще? А что это такое? Ну вы знаете, мне кажется, что очень большое самовольство проявляется со стороны алчных наших министров. Вы знаете, мне кажется, они злоупотребляют тем, что они хорошо знают президента. Как говорит президент, своих людей не сливает. Так в народе говорят, да? Это, наверное, хорошее качество, что люди, которым он доверяет... Вы так считаете? Наверное, хорошее качество. Но ты доверять должен профессионалу, ты должен доверять честнейшему человеку, потому что без конца контролировать его действия ты физически никогда не сможешь. И когда эти люди, зная твой характер, зная, что ты никого не бросаешь и в обиду не даешь, начинают пользоваться этим и творить абсолютнейшие беззакония, рассчитывая на то, что президент его не бросит и не даст его, как говорится, в руки правосудию еще кому-то, зная это, сознательно идут на преступления. Игорь Николаевич, но этих министров... Вот это должен быть перочкой урок. Это окружение. Формирует господин Путин. И он несет ответственность за них. Это должен быть для него серьезный урок. У тебя есть хорошая черта. Ты своих людей, как говорится, не бросаешь. Прекрасно. Тебя так с детства приучили. Но ты ведь тоже несешь за них ответственность. Раз ты их взял в команду, раз ты им доверяешь, почему ты позволяешь, чтобы они злоупотребляли твоим доверием и уже не согласовываясь с тобой, творили вот те вещи, которые сегодня выплывают. Выплывет еще, я думаю, история и с этим нашим саммитом. Это только верхушечка маленькая, то, что там 70 миллионов минрегионов как-то неправильно перераспределил. Туда вгроханы миллиарды. Дорогу-то, помните, не успели построить, от первого дождя она поплыла. Там, я думаю, сворованы тоже самые миллиарды. Я думаю, еще после Олимпиады выплывет история, сколько же денег там, куда ушло налево-направо. Ведь, казалось бы, есть хороший у нас институт счетная палата, которая контролирует использование бюджетных денег. Я читал записки Степашина, которые не получали дальнейшего продолжения, к сожалению. Ведь Степашин носил записки, которые, ну, просто выносили приговор Чубайсу, потому как беззаконно проводилась приватизация и что куда шло. Никто этим запискам хода не дал. Ну, пошумели. То же самое и сейчас. И сейчас происходят такие же вещи. Я удивился, что, вот скажем, с Министерством обороны, ну, не знаю, может быть, это байка, может, это правда. Говорят, Сердюков замахнулся на здание счетной палаты. Что якобы оно устроилось когда-то для Министерства обороны, и надо их подвинуть. Хорошее здание, я там был. Да, подвинуть куда-то, отдать им, а они бы его успешно продали. Или не знаю, что бы они... И тогда это возмутило Сергея Вадимовича, и началась такая глобальная большая проверка. И самое главное, выброс в открытую печать. Ну, не знаю, может, это байка. Но, по крайней мере, до какого состояния надо довести, чтобы вот эти вот факты, они были обнародованы. Продолжим после новостей. 19 часов 31 минута. Реальное время. Финам.фм. Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов у нас сегодня в гостях. Здесь в московской студии прямого эфира. Письма на финам.фм. Звонки на 6510996. Код Москвы 495. Геннадий Николаевич, вот вы все-таки смотрите. Вы застали начало президентства господина Путина. 99-й год. Вы вновь после выборов парламентских становитесь руководителем Нижней Палаты Федерального Собрания. И до 2003-го года вы очень плотно, как председатель Госдумы, работаете в том числе и с президентом страны. В каком момент вы поняли, что ситуация стала меняться в иную сторону? Что от дискурса, от диалога идет масштабный переход к монологу, и Госдума становится, ну, нечто, как бы помягче сказать, объектом, а не субъектом политического права в России? Ну, вы знаете, во-первых, для меня была большая радость, когда после Ельцина президентом стал Путин. Просто огромная радость. Я откровенно говорю. Вы не представляете, как сложно было работать с Борисом Николаевичем Ельциным. У нас были с ним регулярные встречи. Эти встречи были короткие, ровно 30 минут. Мы с ним встречались каждый месяц, обсуждая там текущие вопросы, когда какие законы, первоочередность рассмотрения, и все остальное. Но с его администрацией был развод, а чрезвычайно трудно. Они пытались давить, пытались нажимать там, пытались что-то такое сделать, что вот от имени президента. Ну, и особенно, конечно, неприятно было слушать, когда у президента нет-нет, да так сгоряча проскакивало. Думаю, надо разогнать. У меня один раз уже был разговор с ним на эту тему. Я говорю, вам мало 93-го года. Вам мало этого, я говорю, исторического позора. Это уже позор в истории государства российского, что по вашему приказу стали стрелять по Верховному Совету. Неужели этого мало? Снова разогнать. Что значит разогнать? Это значит опять люди на улицах, это опять стенка на стенку, это опять взрывы эмоций. Это просто так уже не пройдет. Что опять танки? Охотный ряд неудобное место для того, чтобы ставить танки. Это там можно было от гостиницы Украины палить по Белому Дому этими чурбанами, этими какими там они, стальными. Вот, поэтому были разговоры. И самое главное, что он считал, что, видимо, он сказал, так должно быть. Я говорю, вы посмотрите, какой состав Государственной Думы. Ни один закон не может пройти по зеленой волне, как бы вы хотели, за месяц, за два принять закон. У меня даже была формула, нормальное прохождение закона минимум три месяца, чтобы он нормально был обсужден, прошел все три чтения и пошел уже как закон дальше. Поэтому, когда пришел Путин, ситуация резко поменялась. Ну, во-первых, при Ельцине в конце его правления мы убедили Бориса Николаевича встречаться с фракциями. У нас была такая система круглых столов. Раз в сессию, а иногда два раза в сессию. Он собирал всех лидеров фракций у себя в Кремле. Мы садились все за стол и обсуждали вот эти злободневные, актуальные вопросы. Тоже были очень жаркие споры, разговоры. Это ему не очень нравилось. Но он понимал, что тут отступать некуда. Многопартийный парламент. Надо разговаривать с людьми. Поэтому вот эту формулу мы отработали. Пришел Путин, он это продолжил. Не было сжима. Была уважительность. Была уважительность к парламенту. Он очень так плавно входил в роль президента. И он старался понять, что вот так с парламентом обходиться нельзя. А поскольку сидели очень многие депутаты, которые были депутаты Верховного Совета еще России, они все эти времена на себе пережили. И когда они встречались, общались с Путиным, казалось, что, господи, неужели такое может быть? После властного, жесткого, такого, ну, скажем так, непредсказуемого, как он любил сам про себя говорить, президента, вдруг пришел тихий, спокойный, слушает, рот не затыкает, не перебивает, как бы напитываясь пониманием того, что ж такое парламент, что ж такое эти фракции, что ж такое эти партии. Я думаю, что он все-таки был далековато от этих проблем, потому что он все время был где-то в силовом блоке и вот больше этими вещами занимался. Поэтому, вы знаете, от Жириновского до Явлинского все просто вздохнули, что пришел Путин. Это на самом деле было так. И вот когда мы работали уже в Третьей Государственной Думе, вот я не могу сказать, что были ситуации, когда бы был жим. У нас были очень большие сложности с принятием бюджета. При Ельцине у нас бывало так, что мы принимали бюджет текущего года в средине этого года. И все финансирование бюджета как бы шло по одной двенадцатой старого бюджета. Это всегда самый был сложный закон. При Путине тоже было сложно принимать бюджет, но он сам приходил, встречался, приглашал, созывал, объяснял, почему там по этой статье нельзя увеличить доходов на ту или иную отрасль. Это был действительно диалог. Причем, что интересно, мы впервые это увидели и отметили. И каждого, кто говорит, он записывает. Основные его, как говорится, тезисы, мысли, предложения. И в конце буквально каждого комментируют. Вот доходило 9-10 человек, потому что у нас было то 9, то 11 доходило. Фракция и депутатский групп. Он каждого выслушивал, каждому давал комментарий. Причем так, не то, что вот это мои, это все их инициативы хорошие. Это не мои, у них все плохо. Нет. И похвалить, сказать, это неуместно, это не своевременно, это давайте попозже обсудим. То есть он умел вести диалог. И вот это всем симпатизировало депутатам. Когда щелчок произошел? Щелчок произошел тогда, когда, я считаю, какой у нас уже, это, наверное, в пятой государственной думе, когда стало конституционное большинство депутатов от правящей партии. Вот тут, конечно, уже зачем тратить время, тратить нервы? Есть огромная толпа людей с депутатскими мандатами, нажмут нужную кнопку. Тем более, что я лидер этой партии, я ее, как говорится, вождь. Я здесь имею право, наверное, распорядиться. И они вот так послушненько, послушненько все это делали. И вот тогда стали неинтересны мнения других. Тогда уже просто, видимо, Грызлов докладывал, да не волнуйтесь, это быстро у нас будет проскочит через Государственную думу, пойдет своим чередом. Ключевое слово проскочит. Да, стали тратить время на другое. То есть он отвлекался на то, чтобы как-то заниматься отраслями. Там скандалы начались, аварии начались. А на Шушинское одно, другое, третье. А в старой истории это еще Курск, вы помните, страшная трагедия. Вот, то есть хватает прорех. И он как-то это дело ослабил, отдав-то на откуп фракции и партии «Единая Россия». Ну вот поправила партия один созыв, так скажем, мощно поправила. И что в результате? Вот она сама себя и посадила. Потому что так нельзя. Молодая партия вдруг заявляет, мы отвечаем за кадры, мы отвечаем за всю политику в России. Я все время говорил, что за амбициозность такая. Пускай вам будет хотя бы 10, там 20 лет. Наберитесь какого-то опыта. Скажите людям, что да, вот мы то-то, то-то сделали. Можете нам поверить. Когда вот так вот вы, ничего не имея за душой, за спиной, сразу заявляете, что мы взяли Бога за бороду, и дальше мы все сделаем как надо, это большая самоуверенность, самонадеятельность. Это приводит к краху. Поэтому то и происходит, что происходит. Вот смотрите, последние парламентские выборы вызвали очень широкий протест. Сотни тысяч людей, десятки тысяч людей вышли на митинги, протестовали. Протестовали против произвола. И ведь даже не с подачи несогласных, да, а с подачи самой власти, Чуров оказался волшебником, с его же собственных слов, да. То есть ляп на ляпе, мем на меме, как говорят вот в Рунете, да. Геннадий Николаевич, а вы, собственно, вот признаете эти парламентские прошедшие выборы? Я признаю. Я признаю. Можете обосновать? Обоснование здесь совершенно простое. Потому что я знаю примерно, какой процент может быть нарушений, где, на каких участках, что может быть. Я сам проходил выборы по списку и выборы в одномандатном округе в моем любимом Питере. Вот. Все это проходил, все это видел. То же самое мои наблюдатели фиксировали факты нарушений. Допустить нарушения, там, я думаю, что там какие-то подтасовки, ну, наверное, можно, но не больше 5%. То есть вот здесь как бы не говорят, что там 30% фальшивых, вот это я не верю. Это я не верю. И я не верю, когда говорят, что вот там полностью все это было сфальсифицировано. Ну, не бывает так. Это эмоции. Потому что ведь каждый раз, когда я вот так тоже спрашивал людей, которые громче всех шумели, вот там-то, 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 я говорю, слушайте, ну, дайте вы эти факты. И пресса их с удовольствием раскрутит. И суд их примет. Проверки. Ну, нет. Вот. Эмоции, да. Но говорить о том, что в России независимая судебная власть по меньшему миру... Да нет, нет. Я об этом не хочу говорить, потому что власть как раз у нас судебная. Это, по-моему, у нас две, я считаю, два института в государстве, которые пока пребывают в тишине, до них никакие эти волны перестроек, там, переналадки не дошли. Это судебная власть и это центральный банк. Вот, я считаю, два института, которых никакие реформы не тронули. Я бы первый даже институт поставил более выше. Потому что судебная власть, это... Судебная власть, это главный институт наш, да. Ну, там, видите, как, хоть есть разные суды, вот сейчас появились и отрабатывают свою модель суды присяжных, хотя, мне кажется, что они очень неудачно пока работают, но, по крайней мере, это уже время наше. Раньше их не было, это в наше время они появились. Мировые судьи, тоже такой институт, который начал вроде бы работать, и не доводят до уголовных разбирательств, до судебных заседаний, находят формулы соглашения для того, чтобы не делать этого. Что-то есть, что-то появляется. Но вот, чтобы, как говорится, добиться независимости судов и сказать о том, что... Ну, как им телефоны отрезать, какие-то им комнаты темные создать, вот типа вашей студии, где сидим вдвоем, и никто не может позвонить и ничего нам сказать и передать. То ли ограничивать жестко сроками, сколько судья может работать. Нельзя пожизненно судей держать. Я просто, когда эта инициатива пришла, я не верил, что такое может быть у нас. Пожизненно давать право судье работать. Нельзя. Просто нельзя. Потому что хочешь, не хочешь, ты все равно, как говорится, найдешь своих, как говорится, людей, которые тебе помогут красиво жить. Я с вами согласен. Сроки должны быть ограничены. Сроки ограничены. По этим всем, по нашим, как говорится, арбитражным судам очень много вопросов. Вот в арбитражные суды сегодня к ним огромное количество претензий. Когда рейдерство процветало, сейчас оно немножко попритихло, но я не думаю, что оно куда-то исчезло. Просто меняется ситуация. Ну, слушайте, ну как же арбитражные суды могли стоять на стороне рейдеров? И оказывалось, что все, оказывается, правильно делалось. Отбирались предприятия, отобрали по закону, начиная человек протестовать, его просто-напросто убивали. И так далее, и так далее. И как-то общество на это все спокойно смотрело. Хотя арбитражный суд сегодня в условиях, когда мы строим рыночную экономику, нам далеко до этой рыночной экономики, мы ее строим. Это должен быть самый главный суд. Все хозяйственные споры должны решаться там. Но по факту-то нет. По факту-то нет. А по факту этого, к сожалению, нет. Понятийные позвоночные права. Поэтому судебная реформа, о ней говорят все. О ней говорят и оппозиция, да и уже говорят и в правящей партии. Понимая, что если начнут защищать сегодня наши суды, то их опять же начнет народ высмеивать и говорить, ах, вот вы, кто? Вас-то защитят, а вот меня-то кто защитит? И так далее. Поэтому здесь, да, здесь обязательно, это просто, это, по-моему, уже всем понятная вещь. А тем более, когда касается выборов. Может быть, я не знаю, может быть, какие-то специальные коллегии создавать в период выборов при Верховном суде, когда возникают острые ситуации, потому что... И молниеносное рассмотрение. И молниеносное рассмотрение, чтобы дни и ночи эти судьи были на месте, чтобы сразу можно было получить ответ, когда по очевидным фактам. Ну, вроде бы были, стояли эти камеры, смотрели за тем, как идет избирательный процесс. Другое, меня всегда здесь, мне не нравится лично, не сами выборы, не день выборов. Мне не нравится период до выборов. Когда говорят, у всех равное время на телевидении, у всех равное время на радио. Ну, просто обязан президент приостанавливать или премьер свою деятельность на период избирательной кампании. Продолжим. После выпуска на 19.47, реальное время, Финам-ФМ, Геннадий Селезнев. Сегодня у нас в гостях 65 10 99 и 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Геннадий Игоревич, ну, прежде чем мы начнем общаться со слушателями, да, я вас попрошу найти наушники, я вам задам вот вопрос. Все-таки, на ваш взгляд, возвращение господина Путина в Кремль, когда было объявлено в сентябре прошлого года, да, на съезде Единой России об этой рокировке, это была ошибка. Вы знаете, рокировка мне и вот такая... Догадывались люди, что именно так и произойдет. Но когда это идет признание, грубо говоря, в эфире, в прямом эфире, это, конечно, резануло. Хотя я считаю, что если выбирать вот из этой пары, Путин это гораздо сильней. Сильней, надежней, уверенней. Потому что Дмитрий Анатольевич, конечно, рановато оказался в кресле президента. Ему нужно было этот срок отбыть. Но не хватает у нее ни опыта, ни воли, ни такого, что ли, имиджа, лица. Ну, и потом, пиарщики у него очень плохие. Показывают его без конца с электронными игрушками. Ну, смеются люди, когда все время идет речь о Твиттере, о том, куда нажать, чего кому отправить, сигнал послать. Но люди смеются и над Путиным, когда он со стерхами воспарил. А здесь тоже пиар. Тоже ведь, я говорю, какие это службы-то? Чего они выдумывают-то? Ну, зачем это надо? Погружение за амфорами, воспарить со стерхами, погладить тигра. Я понимаю, тема любви к животным, охране живой природы, это чрезвычайно важное, чрезвычайно популярное во всем мире. Нет принцев, принцесс, президентов, которые бы не вели какие-нибудь организации, которые защищают и спасают животных. Это очень хороший сигнал обществу. Я тигра спасаю, а вы хотя бы кошку на улице спасите. И не привязывайте банку, и осудите тех людей, кто издевается над животными. Здесь сигнал-то очень хороший сам по себе. Но как это подается все нашими пиар-службами, это, конечно, как будто хотят его подставить. Вот у меня такое ощущение, что они не на него работают, а против него работают. А вы не думаете, что страна медленно, наверное, уже устает от Путина? 12 лет? Ну, вы знаете, это наверняка, когда давно, долго сидит лидер, конечно, эта усталость появляется. И я думаю, что это все-таки действительно его последний шестилетний срок. Потому что, каким бы ты ни был золотым, вот по тому же Зюганову я говорю, ну, любите вы Геннадия Андреевича, старым особенно людям. Ну, любите вы его, икона он для вас. Каждый вправе выбирать свою веру. Вот вы выбрали его веру, но он вам не надо... Да, говорит, вы знаете, вообще-то мы от него устали. Усталость приходит, усталость приходит у металлов, усталость приходит у всего. Поэтому тоже нельзя быть вечными. И я-то всегда мечтаю о том, чтобы действительно вот при этой смене власти, но не приходили вот те люди, которые уже во власти были. Я больше всего боюсь прихода к власти людей, похожих на Немцова. Это не приведи бог. Ну, был он уже у власти. Видел я его, когда он был вице-премьером. Это не верилось, что это вице-премьер. Это мальчик в джинсах, который бежит встречать этого Алиева, президента Азербайджана. Мне рассказывал протокол, когда он пришел в какой-то тенниске, в джинсиках, в кроссовочках, в аэропорт Внуково, официально, зампредседателя правительства. Тот, говорят, чуть ли не повернулся и не улетел обратно. То есть посчитал, что это высший знак неуважения. То есть элементарный такой плейбой. То есть вы против повторного возвращения? Ни в коем разе. Никого из них нельзя повторно возвращать. Они уже набедокурили. Они много чего могли сделать в тот момент. А вы на горизонте видите тех новых? Я вижу новых. Я думаю, придут новые люди. И их немало. Другой вопрос. Ну, как мы показываем-то новых людей? Мы их никак не показываем. А их же очень много. Вот смотрите, даже сейчас попытки каких-то новых людей вести в число министров. Ну, для меня при открытии министр связи. Молодой, довольно человек, энергичный, говорит, с очень хорошей головой. Отлично отрегулировал там все вопросы в Татарстане, да? Наверняка у него что-то получится. Покажите нам его получше. Дайте ему возможности показать, на что ты способен. Тем более, он на передовой. Все сегодняшние эти технологии и все остальное, все наши телекоммуникации и прочее, прочее. И это путь для России. Чтобы только это наше было. Но мы же с вами понимаем, если он голову чуть-чуть поднимет, ее же сразу снесут. Да не должны снести. Самое главное, чтобы вот эти люди вырастали и научились самостоятельности. Самостоятельности. А не так, что вот мне приказали, я сделал. Мне не приказали, я отсиделся. А еще, не дай бог, я проявлю инициативу. Вот этого не должно быть. Вот если появится вот такая творческая атмосфера, в которой личность может проявиться. Мне бы очень хотелось, чтобы эта атмосфера была не потому, что там какие-то открытые правительства. Это мне тоже кажется пиар-ход. Народ, смотрите, мы вас всех приглашаем. Давайте вот предложение вносите, и мы вас всех будем слушать. Слушать никого не будут, потому что сегодня, к сожалению, складывается практика. Есть очень серьезные, интересные аналитические записки, которые дает наша Академия наук. По многим позициям. Но я разговаривал со многими академиками. Геннадий Николаевич, ну жалко. Огромный труд, исследовательский труд. Подаем. Берите это в основу своих указов, будущих законов. Используйте, для чего мы существуем. Нет. Мы сами с усами. К сожалению, складывается такая практика. Если инициатива исходит не от нас, то она плохая. Вот этого нельзя делать. У меня даже был случай. Я разговаривал на эту тему с Медведевым, с Путином. Я говорю, почему так? Общественные организации, общественные институты дают предложение. Но почему в аппарате вот такое мнение? Ах, это не от нас. Не надо. Я говорю, какой идиот придумал назвать молодежное движение наше? Пускай их будет 1%. Но, значит, 99% не наши. Чужие. Говорю, кто это? Голову надо оторвать. Ну, кто же голову оторвет Суркову? Вообще, по идее, это надо жестко наказывать. Это безответственно. Когда такие вещи проходят. Наши, а все остальные не наши. Не могу не задать тогда еще один вопрос. В последнее время, после назначения Сергея Шойгу министром обороны, появились рассуждения о том, что это стартап операции «Приемник». Что у Владимира Владимировича не все хорошо со здоровьем. Ну, вы знаете, да, это все муссируется, это обсуждается. Ну, вы знаете, Песков опровергает там и так далее. Но, тем не менее, да. Он очень физически крепкий, он занимается собой, он понимает, что такое здоровье, тем более в том напряге, в котором живет президент. Но вы допускаете, что Шойгу может стать следующим президентом, следующим преемником? Ну, пока ему нужно проявиться здесь, потому что мы что-то сегодня начинаем боготворить Сергея Кожугедовича. Он у нас как палочка-выручалочка. Надо Московскую область укрепить, Шойгу. Надо Министерство обороны укрепить, Шойгу. Завтра надо председателя правительства укрепить, что опять Шойгу. А послезавтра президентом? А может быть, потом президентом нельзя быть постоянно министром по чрезвычайным ситуациям. Хорошо получилось в МЧС, создали условия, дали деньги, сделали хорошую структуру, ну и спасибо тебе. Что, такая была острая проблема, что Московскую область некого поставить было? Нет, давай опять чрезвычайную ситуацию играть, вперед. Теперь назад давай Министерство обороны спасать, потому что там набедокурил предшественник. Вот. Я не думаю. Все-таки я не думаю. Я не думаю. Давайте теперь пообщаемся со слушателями. 651099.6, финам.фм. Наши средства коммуникации. Единственная просьба быть лаконичными. Вечер добрый. В эфире как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Вадим меня зовут. Да, Вадим. У меня два замечания к вашему собеседнику. Это первое замечание по поводу того, что народ спокойно проглотил по поводу рейдерства. Если раньше народ сталкивался, допустим, с двусторонним, с бандитами, он рассчитывал на суд. То сейчас он столкнулся с тем, что трех или четырехсторонним, где есть надежда не на суд, не на правоохранительные органы, и уже, конечно, в службе ФСБ. Нет, я-то считал как раз, что арбитражный суд – это тема тем, который должен не позволять никакого рейдерства. Но у нас часто получается, что рейдер выигрывает арбитражные суды у тех собственников. Рейдерство у нас уже новое рейдерство. Это где уже смешано и не только арбитражные. И второй момент, Вадим? А второй момент, то, что как-то по поводу предложения. А давайте мы вот и этого министра связи, ну, как бы присмотреться. От этого человека я не услышал, как демократично, что нужно попасть к каким-то политбюро, если честно. Надо присмотреть лидеров из политических партий, а не из министерств. Отлично, спасибо. Нет, дело в том, что как раз тот министр, который я привел в качестве примера, он не из политических элит. Он никаких отношений к каким политбюро не имеет. Он как раз профессионал в области связи. Он доказал, что он что-то умеет. У них хорошо эта система отлажена была на республике Татарстан, где он себя проявил и показал свои способности. Ну и хорошо, чтобы он сейчас себя проявил и по всей России. Вот для чего я привел пример этого человека. А те партии, которые сейчас у нас нарождаются, на ваш взгляд, смогут составить конкуренцию и реальных людей предложить? Ну, вы знаете, да, я думаю, конечно, тем более, что от старых партий ведь тоже устали многие, тем более с лидерами. Смотрите, 20 лет во главе партии Зюганов, 20 лет во главе партии Жириновский. Это тоже уже старые партии, старые люди. Которые, кстати, уже дискредитируют нынешние лидеры, особенно в части ЛДПР. Ведь это уже притчево-языцах стало о том, что ЛДПР голосует тождественно с Единой России. Вот получилось, что Единой России не доставало до 300. Да. А теперь достает, потому что нашли себе союзников. Плюс там оттяпали у Справедливой России. Там тоже, по-моему, десяток человек, да? Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Просьба высказаться гостю по вступлению России в БТО. Спасибо. Спасибо вам. Я всегда говорил, и есть это во всех стенограммах и везде, что мы проявляем торопливость, вступая в ВТО. Я всегда был сторонником немножко другого подхода. Сначала создать сильный наш таможенный союз. Сначала создать сильное наше экономическое пространство в рамках СНГ. Создать зону свободной торговли. Отработать здесь все эти принципы этой свободной торговли. А потом уже дальше продолжать диалог вести с ВТО. Когда мы экономически окрепнем, когда мы сможем конкурировать. Пока мы по разным отраслям имеем, как говорится, какие-то льготы и отсрочки введения правил ВТО. Но как только эти отсрочки окончатся, мы, скажем, свое сельское хозяйство не сможем сделать конкурентно способным. Будьте уверены, все эти европейские грядки, типа Польши, Эстонии, Испании, другие, все, сельхозпродукция будет идти только оттуда. Потому что мы не сможем нигде не поставить никакого фильтра, мы не будем иметь права. Это сейчас нам отсрочка, по-моему, по сельскохозяйственной продукции на 5 или 6 лет. Но этот срок быстро пробежит. А принципиально мы изменим структуру сельского хозяйства, чтобы делать свою продукцию дешевле, чем ее делает Польша. Если не успеем, то будьте уверены, будет польская свинина, будет польская зелень, польские огурцы, помидоры и так далее. Поторопились. Геннадий Николаевич, спасибо вам огромное. Надеюсь, первая, но далеко не последняя наша с вами встреча. Спасибо, было приятно с вами провести этот час. Спасибо, спасибо, до новых встреч. Геннадий Селезнев, Реальное время, Финамофа.